Ребята, всем привет! В этом видео я хочу вам показать, как приготовить свинину по-домашнему с картофелем, луком и грибами. Это очень вкусно получается, сытно и просто. Желаю вам приятного просмотра. Для приготовления свинины по-домашнему понадобится 700 грамм картофеля. Есть у меня в количестве 5 штук крупного картофеля. Я его буду нарезать брусочками длинными. Вот такой брусочек, где-то почти срос пальца. Картофель нарезал, все убираю обратно в тарелку и отставляю в сторону. Желательно этот картофель промыть и высушить на полотенце. Далее понадобится сама свинина. Любой кусок, какое будет у вас мясо. Видите, здесь один вроде хороший кусок, второй не очень. Весом здесь 700 грамм. Можно где-то брать от 500 грамм до 700. И нарезаем его тоже тонкими брусочками. Вот примерно вот так. Хотите короткие брусочки, хотите длинные, там уже без разницы. Главное, чтобы не слишком толстые были, чтобы хорошо они приготовились. Были, так сказать, готовы и снаружи, и внутри. Все, свинину нарезал, отставляю в сторону, пусть ждет в своей очереди. Следующий ингредиент, который мне нужен для свинины по-домашнему, это шампиньоны. Весом 400 грамм. И тоже надо нарезать. Конечно, соломка не получится и брусочком. Ну, буду нарезать вот такими пластинками. Размером они небольшие, поэтому можно их удобно нарезать пластинками. Если у вас будут крупные, ну, тогда берите, нарезайте пополам и такими полупластинками. Но у меня все мелкие, поэтому нарезать буду целиком. Все, грибы нарезал, убираю в ту сторону. Грибы можете по количеству брать, хотите меньше. Вот у меня 400 грамм, можно там 300 грамм, 200 грамм. Не важно, не такой уж особо ингредиент, но он входит в блюдо свинина по-домашнему. Далее я нарезаю крупную луковицу. Весом она 250 грамм. Нарезать ее нужно соломкой. То есть, вот так. Перекладываю лук. Убираю в сторону. И последний ингредиент. 4 зубчика чеснока. Раздавливаю плоской стороной ножа. И измельчаю. Зубчики, они не крупного размера. Поэтому, смотрите сами. Хотите больше, хотите меньше. Добавьте по своему вкусу, в общем. Мелко не буду нарезать. Дальше перехожу на плиту и показываю, как дальше готовить. Для такого объема продуктов мне понадобится большая сковорода. Глубокая. У меня она единственная луковская, но большого объема. Наливаю где-то 80 миллилитров растительного масла. И сильно разогреваю, прям чтоб раскалилось. Мое масло уже кипит. И я закидываю нарезанную мою картошку. И обжариваю до золотистой корочки. Кстати говоря, для чего я советовал промывать картофель и потом его обсушивать. Чего я сам, естественно, не сделал. Не знаю почему. Все хотел побыстрее показать. Что в результате получается. Картофель, он слипается. Вот он у меня уже обжарился до золотистой корочки. И весь послипался. Если бы я его промыл и высушил, он бы не слипался. Так что думайте сами. Итак, картофель я свой обжарил до золотистой корки. Но он еще у меня не готов. И я добавляю сюда сразу же мой нарезанный репчатый лук и мясо свинины. И все это перемешиваю. Перемешиваю аккуратно. Сковородка блоковская, поэтому тут у меня может быть все убегать. Кстати, обжаривал я картофель на сильном огне. Сейчас, когда я добавил лук и свинину, я уменьшил до средней величины огонь. Чтобы ничего у меня дальше не подгорало и равномерно готовилось. Все, перемешал, накрываю крышкой и на 5 минут. Пусть пока постоит. 5 минут прошло. Свинина опустила сок. И пора добавить шампиньоны. И вот теперь это как-то надо мне все перемешать. Хотя я не буду перемешивать, накрою еще на минуту 3. Грибы должны тоже сок пустить. И тогда будет легче их перемешивать. Так, немного времени прошло. Как я и говорил, грибы уменьшились. Спустили тоже свой сок. И мне легче теперь перемешивать. Дальше буду готовить без крышки, а то слишком много сока получилось. И, наверное, все-таки я прибавлю огонь побольше. Сразу добавляю чайную ложку соли и 3 чайной ложки черного перца молотого. Все аккуратно перемешиваю. Конечно, на прямой сковороде было бы более удобнее. А то в Оковской получается не совсем то, что мне нужно. Но принцип готовки тот же самый. Итак, жидкость у меня почти уже выпарилась. Все уже готово, в принципе. И я добавляю зелень. В моем случае у меня заранее нарезана была петрушка и заморожена. Вы можете тоже любую зелень, какая вам нравится. Хотите кинзу, хотите укроп добавить. Я добавляю петрушку. Все, свинина по-домашнему готова. Огонь выключаю. Ну что ж, накладываю свинину. Ё-моё, я забыл про чеснок. Ладно, так добавлю его. Итак, подвожу итоги. Главная сегодня ошибка моей было то, что я взял неправильную сковороду. У меня других просто нет. Оковская не подходит для приготовления свинины по-домашнему. В итоге у меня не обжарилось все, а потушилось. Процесс приготовления правильный. Так что, когда будете готовить свинину по-домашнему, берите глубокую, с ровным дном сковородку. И тогда у вас все получится. Тем, кому понравилось мое видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь, если еще не подписаны. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok